В централизованной библиотечной системе Зухараганиева трудится чуть больше года, занимая должность специалиста по связям с общественностью. Но все это время она не только выполняла свои прямые обязанности, но создавала свои проекты и участвовала в проведении различных мероприятий городского и республиканского масштабов. Я пришла, у меня уже были идеи. У меня была идея проведения какого-то конкурса, который был такими целями. Тем более, это был год литературы. Я решила, что да, нужно проводить. Самым известным ее проектом, особенно среди школьников, стал читать классиков «Классно и модно». Он делился на четыре различных конкурса. Каждый из них находил отклик у участников, количество которых превысило 2000 человек. А по его итогам самые отличившиеся получили заслуженные призы. Этот проект, он, конечно же, мог заинтересовать участников только хорошими призами. В принципе, потому что сейчас молодежь, как это ни больно звучит, но тем не менее, их нужно чем-то стимулировать. Лучше подарками. Но какие могут быть хорошие подарки в библиотеке? Естественно, книги. Но если электронные книги, такой гаджет, конечно же, их бы заинтересовал и стимулировал к участию как нельзя лучше. Весной этого года проект был выставлен на участие в республиканском конкурсе Национальной библиотеки Республики Башкортостан имени Ахмедзаки Валиди. Его итоги подвели в конце ноября. Из 76 проектов участников гран-при в номинации «Снимаем кино» получила руководитель проекта «Читать классиков классно и модно» Зухра Ганиева. Мы считаем, что гран-при вообще это заслуженная награда, потому что если сравнивать с работами, которые принимали участие в этом конкурсе, все-таки в нашем библиотечном учреждении на голову выше, как бы не скромно это звучало, но это так. Мы стараемся не только традиционную форму работы вести, мы стараемся делать что-то инновационное. Впереди у Зухры Миркасимовны также, как и у других сотрудников библиоцентра, множество новых интересных идей и проектов. Они позволят все больше жителей города приобщить к чтению хорошей литературы. Лилия Ахметова, Татьяна Галиева, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».